приветствую дамы и господа сегодня разговариваем по материалам и по маркировочкам которые у нас встречаются в наших в наших камнях для чего для того чтобы подойдя на любой блошина грубо говоря рынок да посмотрев на камень мы понимали о том что что перед нами лежит и вообще нам она годная для заточки или негодная опять же для чего это все для того чтобы с одной стороны во первых нас не впаривали продавцы которые в большей степени свои нихрена не шарят а можно хороший советский абразив подобрать в общем-то понимаю и в-третьих самый дебилизм который встречается на сегодняшний день это вот когда подходит и вот так вот пальцами начинает что-то ерзать не понимаешь что ты ерзаешь что ты ерзаешь в зависимости от того первых камень недоведенный во вторых та же вулканитовая связка которая не знаю или например сланец что ты там выерзаешь вот правда у меня часто на витринах лежат причем у меня дорогие хорошие натуралы лежат подальше а на витрине там лежат какие-нибудь бразильские сланцы это самое как каждая обезьяна подходит или керамика лежит файновская каждая обезьяна подходит и что-то там пальцем пытается свой вонючий жир стереть на на камне просто вот и вот правда это ну на самом деле что ты там пытаешься понять вот на вулканитовом камне что ты там пытаешься понять как ты там зерно прочувствуешь которые все в резине в в органической связке подойди спокойно спроси почитай в общем-то это видео для того чтобы вы не как бы не повторяли идиотских идиотских поступков так как на ощупь на самом деле во первых очень часто это все обманчиво это раз во вторых по большому счету вы свой жир оставляйте на водном камне которые потом кто-то после вас должен отмывать это два него ты в третьих вообще ну как бы что вы там вы в микроны на пальце чувствуете ну чужие то собачь и так значит что нас интересует выложил такую тоже не помню где скачал для себя что нас по маркировкам интересует по хорошему нас интересует вот эта вот строка вот в этой строке что мы имеем давайте пробовать расшифровка первое первое ну да тут написано значит каз марка завода изготовителя ну вот это вот фигня дальше 14 а вид шлифовального материала вот это вот это вид зерна который у нас есть сейчас по зерну ниже пройдемся и еще раз все напомню дальше 40 номер зернистости то есть в данном случае вот 40 номер зернистости тоже по порошкам пошли в порошка микро порошкам сейчас пройдемся все уже по зернистости говорили но еще раз поговорим об этом вкратце дальше п это индекс зернистости ну то есть там повышенный пониженный там и так далее с 2 степень твердости связка запоминайте все эти дела если что потом вернетесь дальше 6 это номер структуры но то типа открытое закрытое т.д. к 5 вид связки ну то есть керамическая бакелитовая вулканитовая бла-бла-бла в частности на брусках частенько это не показано вот но то опять же что в принципе нас больше всего интересует нас интересует быстро опознать какое зерно какая связка и и какой как это как какое зерно какой размер зерно вот дальше тут сейчас я буду листать это все ерунда ерунда поехали значит какие у нас зерна бывает вкратце 13 а 14 а 15 а это электрокорунт нормальный он такого серого цвета бла-бла-бла короче говоря в заточки фактически не используется идем дальше 23 24 25 а это электрокорунт белый если на средние мягкой связке надо вот доводочных каких-то работах на тонкой заточки типа 10 микрон 20 микрон 40 микрон даже иногда на средней мягкой связке сгодится на сложные стали лишь бы не пихать на нержавейку в принципе для всех остальных стали она подойдет несколько хуже абразивность нежели у карбида кремния вот но зато он несколько лучше держит форму за счет того что зерно не такое ломко кстати след ладно шли папа потом поговорим по следующему видео так следующее электрокорунт цирков цирконе вы изготовление инструмент на бакелитовой связке маркируется 38 а в глаза в жизни не видел поэтому ни о чем говорить не могу в заточке не вне помню чтобы использовался 91 а 92 так называемый электрокорунт хром титанистый говорил отличается от электрокорунта белого повышенной абразивностью но я его встречал только на грубых работах на большом зерне то есть там зерно 200 микрон 100 микрон минимальное что я видел это 60 микрон у барайдов на этом зерне насколько я понимаю их линейка руби и она кстати тоже если вы знаете она заканчивается помню 220 все почему так не могу сказать видимо мелкое зерно не легируется хромом и титаном сумму можно легировать только грубое зерно не могу сказать почему но если мы говорим об оберке на основе оксида алюминия очень неплохой материал для базовой заточки уточню машинные заточки базовой то есть это говорит о том что вручную такими грубыми зернами обычно не затачиваются и об этом я буду разговаривать следующем видео дождитесь конца расскажу что почему монокорунт вообще не встречал чтобы был заточки это самая сфера корон то же самое маркировки вот эти вот не встречал наверно каких-то кругах карбит кремний черный в нашем деле неприменимый но бруски такие встречал и круги встречал на отличается хуже абразивностью и для грубых для грубых работ для обработки заготовок и щекунов цветных металлов твердых сплавов тут этот этот и карбит кремний зеленый это встречал и собственно на этом я наборы делаю и это основной вид абразива который мне нравится маркируется 62 с 63 и 64 с карбит бора кб эльбор лп л о либо по международному стандарту cbn сиби н далее алмаз синтетический а с 2 из 4 и 6 изготовление инструмента металлических связках работающих тяжелых условиях там моя 6 изготовление металлических работающих при повышенных нагрузках из тех алмазов которые я использую в изготовлении алмазных инструментов через полтавский алмазный завод это в основном на грубые по эти самые идут а с 15 на средние это а и 6 и на мелкие asm asm с повышенным с повышенным с повышенным с повышенной абразивностью с повышенным содержанием так дальше 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 все это короче ерунда теперь поехали по как опознавать значит зависимость от размера зерен шлифовальные материалы делятся на следующие группы шлиф зерно от номер 200 до 6 до номер 16 то есть это от 2000 микрон порошка до 160 микрон порошка это считается шлиф зерно дальше шлиф порошки от номер 12 до номер 4 то есть от 120 микрон до 40 микрон о чем это говорит если у вас на круге или на бруске написано 12 значит это у вас 120 микронный грубый страшный обдирочный брусок написано 4 это у вас опять же 40 микронный брусок микро порошки идут от m63 до m14 о чем я ранее говорил то есть если у вас у вас может быть написано шестерка вас может быть написано m63 и в том и в другом случае у вас зерно в районе 60 микрон у вас может быть написано 4 может быть написано m40 это вы в том и в другом случае это в районе 40 микрон порошок тонкие микрошлиф порошки от m10 до m5 от 5 до 10 микрон шлиф зерно и шлиф порошки получил получают ситовым рассевом об этом я говорил микрошлиф порошки осаждением жидкости гидроклассификации однородность зернового состава существенно влияющая на шероховатость обрабатываемой поверхности режущие свойства и стойкость инструмента характеризуется процентным содержанием основной фракции то есть поэтому условное обозначение зернистости дополняет буквенным индексом соответствующим этому процентному содержанию в высокая п повышенная номинальная для допустимая то есть грубо говоря на брусках что я видел частенько даже вот вот на этом руске да вы можете увидеть о том что здесь зерно 8p то есть грубо говоря где эту камера надеюсь будет видно 8p да ну вот то есть мы понимаем о том что здесь 80 микрон повышенное содержание повышенное содержание процентное содержание общем повышенное этого абразивного порошка в зависимости от группы материалов зернистость обозначает следующим образом для шлифа зерна и шлиф порошков 01 это цвету ячейки которые задерживаются зерно основной фракции например 40 25 для шлиф порошка и шлиф порошков 16 соответственно 400 200 и 160 микрон то есть о чем я и говорил если у вас написано 40 то это 400 микрон короче говоря умножайте на 10 вашу буковку ну эту цифру на которой написано на шлиф порошок получаете зерно для микро шлиф порошков по верхнему пределу зерна то есть если написано м 40 то соответственно максимальное зерно это 40 и может быть немножко ниже вот для алмаза для алмазных порошков там идет верхний и нижний ну вот сторона верхнего сита знаменатель сторона нижняя сита то есть для алмазных поэтому у нас идет зернистый 160 на 100 100 там 160 на 125 и т.д. и т.п. так вот вот это нам что интересно структуры абразивного инструмента а мягкий инструмент мягкий круг б твердый круг в полотно а плотная структура г открытая структура д на керамической связке и е на вулканитовой связке это структура абразивного инструмента которые бывают зернистость шлифовальных материалов ты 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 связки вот обозначение связок это интересно значит связки бывают мягкая средне мягкая среднее то есть ну опять же чуть чуть среднее больше чуть меньше средне твердая стэшка твердая весьма твердая чрезвычайно твердая значит нас интересуют средне мягкие связки на на обдирочных стадиях иногда на карбиде кремния можно пробовать средне твердую и средняя средне мягкая связка на доводочных работах но на некоторых доводочных работах очень но это потом прям 7 микрон там 5 микрон если вы найдете такие бруски то очень интересным покажет себя бруски на основе карбиде кремния на весьма твердо и чрезвычайно твердо на прекрасно держит свою к устойчиво к вытиранию то есть замечательно держит форму и там можно уже играться на карбид кремния он достаточно ломки а чем его ломать можно пробовать играться на гурками можно без на гурок играться в общем и целом но чрезвычайно твердые весьма твердые бруски я видел крайне редко применялись не крайне редко но для нас они были бы интересны исключительно на финишных стадиях на обдирочных стадиях ну по идее должен был бы быть неплохой аналог какому-нибудь там кристаллону нортоновскому на котором очень там твердые связки но насколько это будет мне не доводилось на такой связке встречать грубое зерно поэтому во первых во вторых среднемягкие связки на большом зерне опять же не не всегда желательны потому как вы себе представляете вот этот клин который шурует и который хрен чем выбьешь и он со всей дури врубу врубается в нашу кромку там что-то обдирать там с этими всеми прижимами я не знаю насколько это хорошо для кромки то есть там можно задиров таких поставить что мама дорогая тоже об этом вернемся вас какой с кого зерна начинать заточку вообще и так далее так ну в общем дальше я думаю вам будет не особо интересный а ну по кругу папа по кругам значит маркировки изготовления для внутреннего шлифования изготовления это ты связки керамическая бакелитовая то есть на кругах вулканитовая маркирую какая идет маркировка на кругах глифталевая поливинил хлор в общем его формалевая для это ну тоже органическая какая-то связка я ее не встречал и металлическая но вот в частности большинство алмазов на металлической связке изготавливается на связке м2 0 1 идет такая характеристика то есть так это все понятно это понятно это понятно это понятно все здесь наверное здесь наверное больше нам разговаривать не о чем единственное что можно просто попробовать расшифровать те камни которые вот у меня допустим пару камней есть да то 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 чего нас интересует значит вот например у меня камень до расшифровываем 25 а это оксид алюминия белый bp брусок прямоугольный и его размеры дальше м50 размер зерна то есть средний размер это 50 микрон связка с 1 то есть средняя ну и гостом такой же но исходя еще по виду я понимаю о том что это оксид алюминия но скорее всего легирован серой по большому счету очень прекрасно работающий камень может в принципе соревноваться с оранжевыми барайдами на средних этих самых теоретически мог бы сравниваться с индии по зерну но индии на очень твердой связке поэтому и вот неплохо на средние на средних этапах заточки это неплохо но с учетом всех косяков которые есть оксида алюминия не вот и с учетом опять же и тех же плюсов ладно бог с ним возьмем вот такой брусок надеюсь видна маркировка значит тут тут bkw то есть брусок квадратный 16 на 150 то есть квадратик ширина 16 длина 150 дальше 64 с это у нас карбид кремния и 10p то есть размер зерна 10 микрон я понимаю что это хороший такой обдирочник если мне надо будет что-нибудь немножко подрать то я его могу это самое все дальше мне в принципе не интересует возьмем вот такой брусок ну вот тоже значит климо это аришский абразивный завод 64s карбид кремния 8p 80 микрон повышенный этот самый связка st2 и заметьте кстати здесь связка sm1 средне мягкая а здесь связка st2 средне твердая вот что я могу по сказать по поводу по поводу вот этой штуки для обдирочника опять же каких-нибудь нержавеек прекрасный но в апексном размере прекрасный обдирочный брусок все дамы и господа пузернистости мы закончили единственное что следующее видео я запишу по поводу различие заточки ручной и на точилках типа апекса то есть так называемых до полу машинных не знаю полу этих самых как она называется полу полу ну короче говоря на приспособлениях для заточки на точилках типа апекса вот потому как принципиальная разница есть я бы хотел бы о ней рассказать и после этого дальше уже будем двигаться снова по нашей теме все всем спасибо за внимание пока пока Продолжение следует...